Покупала я билет за несколько дней, и там указывалось, что я русская. И, естественно, никакого уведомления мне не пришло, что вам нельзя на рейс. Так что абсолютно спокойно я шла на рейс, и я была, естественно, шокирована, что меня так легко не посадили на него, потому что нигде об этом не говорилось. Ну, мне так легко просто сказали, отдали паспорт назад, сказали, отойдите, следующий человек регистрируется. Я говорю, почему? Потому что вы русская. То есть настолько в лицо это национализм и расизм, и я вот так это считаю. Я говорю, а как такое может быть? Где у вас просто правила? Дайте мне хоть какую-то бумагу, я лечу на турнир. Ну, что мне делать? Мне сказали, мы вам ничего не дадим. Мне показали вот это правило из ДТТ, я его сфотографировала. Человек увидел, что я его фотографирую, забрал мой паспорт, отнес в полицию, сказал, что мы вам теперь не отдадим паспорт, вы не имеете фотографировать. Я говорю, хорошо, я же должна какие-то документы предоставить в турнир, что я не могу долететь. У меня как бы будет штраф, я не попадаю на свой рейс, у меня сгорают три перелета, что мне делать, как мне вернуть деньги за эти билеты. Вам ничего не дадим. До свидания. Ну, а какие первые эмоции были? Я не знаю, ну, может быть, там по-женски слезы, еще что-то. Знаете, я настолько стрессовоустойчивый человек. Все это продолжалось на протяжении, наверное, восьми часов устойки регистрации. Я, естественно, держалась, как могла. И только под утро, когда, ну, это уже дальше история, когда мне не дали купить следующие перелеты по причине виз, которые мы сейчас вернемся, наверное, конечно же, я уже была в истерике, в шоке, я просто... Спасибо.